С доктором Козловым маленькая Ева познакомилась, когда ей было три дня от роду. Тогда на операционном столе хирург сотворил в некотором роде чудо. Девочка восстановилась быстро, да и сейчас чувствует себя превосходно и быстро развивается. Только спустя время Екатерина, мама Евы осознала, какая им угрожала опасность. Стало очевидно, что всего несколько человек в мире могли сделать такую операцию тем именно образом, которым ее совершил Юрий Андреевич. И вот, наверное, в тот момент какая-то безмерная благодарность была во мне. И таких историй множество. Всемирно известный доктор Юрий Козлов спас сотни жизней и делает это до сих пор. А благодарные мамы даже создали клуб друзей больницы и активно помогают лечебнице в разных направлениях. Саму идею знаменитый хирург подчеркнул еще 20 лет назад в Германии, а воплотил здесь, на родине. И подобное начинание считает полностью оправданным. Много очень позитивного произошло. Во-первых, восприятие больницы изменилось, потому что молодые люди в виде вас, мам, показали, что они полностью доверяют нам, докторам. Мы вдохнули новую жизнь, дали надежды на то, что все изменится. И вот этим ключем молодежным, я думаю, это самый правильный путь, который мы сейчас избрали. Более того, считает Юрий Козлов, идею нужно тиражировать. Вот и сегодня активные мамы и неравнодушный врач обсудили вопросы создания школы детской безопасности. Это своего рода гайд по оказанию первой медицинской помощи ребенку. Особенно актуально это будет для родителей, живущих в отдаленных уголках региона. Предлагаю сделать видеоуроки. Мы сейчас работаем над этим. Мои коллеги, которые работают в областной детской больнице, они создают такой своеобразный видеокурс, который будет состоять из фрагментов, видеофрагментов, в которых мы наглядно покажем, как нужно оказывать первую помощь нашим детям. Создание комфортных условий для медиков и пациентов – еще одна из важнейших задач, которые решаются сейчас в медицине при Ангаре. Как главный врач областной детской клинической больницы Юрий Козлов напрямую заинтересован, чтобы во всех районах помощь детям была качественной и своевременной.